Пероносов больше не будет. С 21 по 27 сековика у Могилёвы пройдет 15-й международный молодежный театральный форум «МартКонтакт-2022». Про это заявил министр культуры Беларуси Анатоль Маркевич под час рабочей поездки в областный центр. Чим будут здеулять могилючаны и гостей театрального форума, глядите в наступном материале. За час основания «МартКонтакта» глядачы смогли убачить больше за 200 спектаклей. А у делу форума за гэтаи гады проняли каля двух десятку краин свету. Основная программа селитнега «МартКонтакту» – гэта 14 спектаклей из четырех краин – Беларуси, России, Армении и Молдовы. Важно, что долго чаканны театральный форум знов пройдя у ранейшим формате. Мы, конечно же, решили, что будем проводить в очном режиме. Никаких переносов не будет, хватит уже. Помимо действий, которые будут проходить на сцене, очень важным аспектом является разноплановость данное мероприятие. Потому что здесь всегда проходили очень важные мастер-классы. У программе форуму заявлены спектакли Брандского областного театра драмы. Каляда театра з Екатеринбурга и Смоленского державного академичного драм-театра. Армению представить Ереванский русский драматичный театр имя Станиславского, а спектакль из Молдовы покажет державный русский драматичный театр имя Чекова. На «МартКонтакте» селита своей постановки представить лауреаты и призеры национальной театральной премии Беларуси. Это спектакль «Фальшивая нота» студии киноактера Минской и ВИИ, который, Полесский театр, который тоже занял первое место, как бы, ну, лауреат. И также театр молодежной эстрады со спектаклем «Джек-Потрошитель», который был победителем в номинации «Музыкальный театр». Все остальные спектакли, которые будут участвовать у нас, они также занимали какие-то места на фестивалях. Это премьерные спектакли. Почас рабочей поездки министр культуры так само наведал Могилевский областный Мастацкий музей имя Паула Масленникова. Анатолий Маркевич не только ознайомился с новыми экспозициями музея, а ей сустрелся с прационным коллективом. На передних головной политичной падеи года республиканского референдума по изменениях и дополнениях Конституции Республики Беларусь, всякий пройдя 27 лютого. Мы не стоим на месте. Сегодня 21 век и очень многие процессы, они модернизировались, видоизменились, окружение, пространство мировое меняется. Поэтому мы не должны стоять на месте. И именно вот эти изменения и дополнения, их вносит сама жизнь. Татьяна Сергейчик, Алена Бубликова, Дянис Жавина. Новины региона.